Всем привет! Сегодня я разговариваю с основателем русского подкаста Татьяной Климовой. Привет, Аня! Привет, Настя! Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Меня зовут Татьяна. У меня есть сайт по обучению людей русскому языку, который называется Russian Podcast, который существует уже более семи лет. Более семи лет. Расскажи, пожалуйста, как тебе пришла идея создать такой сайт? Ну, сначала у меня накопилось просто много материала для моих студентов, для моих учеников, и я хотела им поделиться. Потом я начала это делать регулярно, и сейчас это превратилось в настоящую страсть, в настоящую профессию. Принцип состоит в том, что это аудио-уроки, где я всё объясняю только по-русски. Вот это мой главный принцип. Простыми словами, только по-русски. Таким образом, люди много слушают русский язык и быстро прогрессируют. Ты сначала преподавала русский язык иностранцам, а потом уже начала создавать русский подкаст. Да, точно. Точно так. Сейчас я продолжаю преподавать, и сайт стал уже довольно известным. Расскажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет на создание твоих подкастов? Ну, во-первых, вдохновляет сама моя миссия, потому что я считаю, что русский язык сегодня считается таким трудным языком, но на самом деле это не так сложно, и я бы хотела, чтобы он стал одним из мировых, очень популярных языков в мире. Что ещё меня вдохновляет, когда люди мне пишут, комментируют, благодарят, иногда делают дарения. Приятно слышать, что у людей прогресс, что мой сайт им помогает. А какой самый необычный был отзыв? Или, может быть, самый приятный для тебя от твоих слушателей? Ой, ну, мне приходит много отзывов. Часто, например, когда у людей есть какой-то проект, иногда совершенно невероятный проект. Например, мне один раз написал один спортсмен, который хотел на велосипеде подняться на Эльбрус, на очень высокую гору на Кавказе, и он сказал, что мой подкаст ему помог выучить русский язык и подняться на велосипеде на эту гору, например. Да, это интересно. А какие ты дашь советы людям, которые изучают русский язык? Мне кажется, нужно прислушаться к себе, то есть понять, какой метод вам больше подходит. И главное, получать удовольствие от изучения. Если вам больше нравится, например, делать упражнения, делайте упражнения. Если вам больше нравится слушать, слушайте. Обязательно, чтобы это приносило удовольствие, я считаю. Также не стесняйтесь общаться, не бойтесь общаться, общайтесь по максимуму, не бойтесь делать ошибки, приезжайте в Россию, мне кажется, это очень здорово, это отличная мотивация. В Санкт-Петербург, например, прекрасный город, замечательный. Где мы сейчас находимся. Да. И да, пожалуйста, будьте регулярными. Занимайтесь этим каждый день, то есть 5 минут, 10 минут, 15 минут, но регулярно каждый день. Это должно быть как спорт. Спасибо большое, Таня. Не за что. Спасибо, что меня приняли в вашем замечательном городе Санкт-Петербурге. Ага. Спасибо, ну, пока-пока. Также, ну, для уже довольно... Ну, его потрогал. Да. Как спорт. Как спорт каждый день. Занимайтесь этим каждый день по чуть-чуть. Еще раз. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»